Добрый день, уважаемые гости, добрый день, уважаемые клиенты. Позвольте представиться, меня зовут Юрий Данилов, я консультант по здоровому образу жизни компании Септер. Мы сегодня с вами поговорим, затронем очень важную, злободневную тему. И начну я вот с чего. Все, подумайте, пожалуйста, вспомните, какие чувства у вас возникали, какие мысли у вас возникали 3-4 месяца назад, когда вы видели на улицах города, в общественном транспорте человека в медицинской маске. Я вам могу сказать, что я думал, когда я видел в метро или на улице человека в медицинской маске, у меня возникали мысли, наверное, болеет, чудак, наверное, пересмотрел на улице фантастики. Кто бы мог подумать, что всего через каких-то 3-4 месяца это станет обыденностью, нашей реальностью, и сейчас скорее вызовет удивление, а может быть даже негативную реакцию человек без маски в общественном месте, чем человек в маске. И сейчас, увы, это связано с распространением инфекции, хотя еще, я помню, 10 лет назад я видел в новостях, видел в документальных фильмах, когда в самых загрязненных точках планеты, в Пекине, в котором постоянно находятся в смоге, люди ходили в маске. Уже тогда для них это была реальность, но они защищали свои легкие, свое здоровье не от вирусов, а от загрязнения, от выхлопа, от этих микрочастиц, которые происходят в результате производства. Защищали свои легкие, защищали свое здоровье. Сейчас это особенно актуально. Летний период, период жары, период кое-где еще цветения растений, период смогов в больших городах, да и в небольших городах тоже. Если 10-15 лет назад пробки были характерны для больших городов, городов-миллионников, то теперь пробки, я имею в виду, естественно, автомобильные пробки, теперь это уже обычная картина и для небольших городов с населением 200-250 тысяч и меньше. Вы только вдумайтесь в цифры, ведь в одной только в Москве зарегистрировано автомобили 5,5 миллионов, и все эти автомобили, естественно, вызывают загрязнение воздуха путем выхлопных газов. Это не считая производства. В каждом городе такая картина может наблюдаться. Действительно, воздух – это самое важное, что есть, это самая важная стихия, потому что без воздуха, без отсутствия воздуха мы погибнем быстрее всего, наш человеческий организм. Ну сколько, 5-7 минут, затем наступает клиническая смерть, и если не предпринять каких-то экстренных действий, кислород перестает поступать в мозг, и мозг отмирает. Нам важно, чтобы у нас был чистый воздух, чтобы мы дышали чистым воздухом не только на улице, но и в домах, потому что по статистике в домах как раз-таки воздух загрязненнее, чем на улицах. Почему? Потому что концентрация частиц больше. Там нет такой циркуляции ветров, как на улице. Плюс еще вызывают различные загрязнения воздуха. Это лакокрасочный материал, особенно если квартира после ремонта. Это пыль, это может быть плесень, да, если квартира сырая. Это может быть шерсть домашних животных, которые вызывают у многих аллергии. Так вот, все это, конечно же, пагубным образом влияет на наше с вами здоровье. И нам нужно защищать, нам нужно дышать чистым воздухом, в котором бы не было загрязнители, такие как бактерии, вирусы, не было бы химических веществ, не было бы бензола, талуола и так далее. По списку тех веществ, которые вызывают необратимые последствия при долгом накоплении в нашем организме. А мы дышим 24 часа в сутки, ни на минуту не прекращая дышать. Поэтому есть выражение «мы то, что мы едим», можно развивать «мы то, что мы пьем», но наиболее актуально сейчас – это «мы то, чем мы с вами дышим», уважаемые гости. Ну что же, вы, может быть, видите, что я здесь стою перед замечательным прибором, и действительно, решение есть. Решение – это качественная очистка воздуха. Сейчас ни для кого не секрет, что нужен хороший очиститель воздуха, который бы очищал от всех загрязнений воздух в помещениях. И, например, я живу в Петербурге, и в Петербурге было одно из самых высоких, самое высокое количество заболевших людей, и после снятия ограничений очень важное условие для возврата к работе предприятий, компаний, организаций – была установка качественной системы очистки воздуха в помещениях. Это помимо проветривания, это помимо санитарной обработки, каждые 2 часа масок, перчаток и так далее. Одно из условий было качественная очистка воздуха. Я хочу как раз с вами поговорить об этом, рассказать о самой качественной очистке воздуха, системе очистки воздуха, которую на сегодняшний день представлен. Это терапия эйро-ион от Септера. Чем же так хорош терапия эйро-ион? Ну, во-первых, это два прибора в одном. Это 5-ступенчатая система фильтрации плюс ионизация воздуха. Я хочу рассказать вам о том, как происходит процесс очистки воздуха. Сначала воздух попадает в первый фильтр, я вам сейчас его хочу показать. Это вот такой вот фильтр, называется он электростатический фильтр. Этот фильтр задерживает самые крупные частицы. То есть это предварительный фильтр, который задерживает крупные частицы, такие как волосы, шерсть животных, крупные частицы плесени. После того, как крупные частицы задержаны, в работу вступает второй фильтр. Второй фильтр называется антибактериальный фильтр. Вот он такой красивый, голубого цвета, этот антибактериальный фильтр уже задерживает более мелкие частицы. Бактерии размера больше одного микрона, частицы пыли, которые больше одного микрона, которые прошли через первый фильтр, но они не пройдут через второй антибактериальный фильтр, если они больше одного микрона. И защищает этот фильтр следующий за ним очень важный фильтр, который называется HEPA-фильтр. HEPA-фильтр – это сердце прибора. HEPA – это название технологии. На сегодняшний день это самая совершенная технология фильтрации воздуха, которая существует. HEPA вы можете ознакомиться, посмотреть в интернете, может быть вы слышали, это аббревиатура от названия технологии. То есть чем хорош этот фильтр и сама технология как такова? Дело в том, что этот фильтр задерживает самые меньшайшие частицы и более того, он уничтожает вирусы и бактерии. За счет чего? За счет того, что он пропитан таким веществом, как теабендазон. Теабендазон, несмотря на такое свое химическое название, это очень эффективная пропитка, которая обладает бактерицидным эффектом. То есть вирусы, бактерии, которые смогли пройти через первые два фильтра, проходя через HEPA-фильтр, вернее не проходя, а попадая на его поверхность, погибают как раз таки благодаря теабендазону. Следующий фильтр, который очень важный, также это вот такой вот антиаллергенный фильтр. Вы можете здесь видеть прожилки такие фиолетовые. Это прожилки частицы апатита и серебра. Мы с вами знаем, что апатит и серебро при контакте с воздухом, который насыщен кислородом, они окисляются. И окисление как раз так же обладает бактерицидным эффектом и дополнительно еще может способствовать уничтожению вирусов и бактерий. Но самую главную функцию, которую выполняет этот антиаллергенный фильтр, это он защищает от аллергенов. Каким образом? Дело в том, что этот фильтр пропитан экстрактом растения гинкобилоба. Наверняка многие из вас слышали об этом растении. Сейчас врачи прописывают гинкобилоба в таблетках для улучшения мозговой деятельности. Дело в том, что это растение гинкобилоба прекрасно работает на улучшение мозговой деятельности и лечит людей, у которых проблемы с дыхательной системой, особенно с бронхами и легкими. Именно благодаря этой пропитке все аллергены задерживаются в этом фильтре. Поэтому если в семье есть аллергия, если есть астматик, благодаря этому фильтру ему станет гораздо легче дышать. Но это еще не все, потому что после четвертого фильтра воздух проходит через финальный пятый фильтр, который называется угольный дезодорирующий фильтр. Если мы посмотрим, он только черный, потому что здесь есть частицы угля. И как видно из названия дезодорирующий фильтр, этот фильтр уже убирает, устраняет все неприятные запахи. Какие запахи? Запахи пищи, запахи табака, запахи бытовой химии, запахи неприятные, которые могут с улицы попасть в нашу квартиру. Именно с этими запахами справляется пятый угольный дезодорирующий фильтр. После того, как воздух прошел через пять фильтров, он уже становится чистым. И здесь уже происходит настоящее волшебство, потому что далее чистый воздух попадает в генератор отрицательных ионов. Помните, я вначале говорил, что наша система терапии эры ион – это два прибора в одном. Это пятиступенечная система фильтрации, то есть очистка. И также это ионизаторы воздуха. Для чего нужен ионизатор, зачем и что это такое? Давайте с вами вспомним, что есть у нас ионы, положительные ионы и отрицательные ионы. То есть и те ионы, и другие – это просто заряженные частицы, которые возникают, когда под воздействием энергии атом теряет электрон. И возникают частицы. Так вот, положительные частицы, несмотря на то, что они положительные, они негативно влияют на наше здоровье. И в нашей квартире очень большая концентрация именно положительных ионов, потому что у нас дома замкнутое пространство. У нас очень много бытовой техники и небольшой приток свежего воздуха. На природе, особенно после грозы, вспомните, какой запах, какой воздух, возле водоемов, в лесу, очень большая концентрация отрицательных ионов, которые, несмотря на то, что они отрицательные, очень позитивно воздействуют на наше здоровье. И мы себя чувствуем лучше гораздо на природе, возле водоемов, после грозы. Почему так дышится? Воздух буквально пронизан этими отрицательными ионами, вдыхая которые, мы себя чувствуем лучше. Потому что, по сути своей, эти отрицательные ионы – это антиоксиданты, которые препятствуют окислению. Ну что же, друзья, таким образом, чистый воздух – это очень важно, чтобы чистый воздух проходил в генератор отрицательных ионов. И благодаря электрической энергии, благодаря этому генератору, воздух насыщается отрицательными ионами. Концентрация отрицательных ионов после нашей системы доходит до 220 тысяч на кубический сантиметр. Это очень большой, внушительный показатель по концентрации отрицательных ионов. Эта концентрация сравнима с концентрацией возле водопада. Поэтому воздух чистый и еще насыщен отрицательным ионами. И выходя, мы чувствуем, мы дышим здоровым, хорошим, качественным воздухом, который так необходим нам в помещениях. В которых, кстати, мы проводим с вами очень значительную часть жизни. Летом поменьше, осенью, зимой гораздо больше времени мы проводим с вами в помещениях. Ну что же, от слов к делу я очень люблю демонстрировать, потому что теория теории, а, конечно же, презентация должна включать в себя демонстрацию. И для этого я подготовил очень интересную демонстрацию. Прежде чем приступить к демонстрации, я хочу обратить ваше внимание, наверное, не видно, а такой значок, наклеенный на TRM-R. Я сейчас расскажу, что это значок. Дело в том, что уже третий раз подряд немецкое экспертное издательство, это очень такое авторитетное издательство, третий год подряд признает нашу систему TRM-R и он одной из самых лучших по трем составляющим. То есть это эффективность, это функциональность и это соотношение цена-качество. То есть мы в этом плане можем гордиться и всегда рассказываем об этом, что наша система самая лучшая, потому что немецкое экспертное издательство уже несколько лет подряд признает нашу систему лучше. Но это еще не все, друзья. Я не могу просто не сказать об этом, хочу поделиться с вами, что в 2020 году по понятным причинам, почему в 2020 году немецкая лаборатория Гойлаб признала, проводила эксперименты, проводила тестирование и признала, и мы имеем сертификат. Я попрошу сейчас этот сертификат вывести на экран моих коллег. Немецкая лаборатория Гойлаб признала, что наш TRM-R и он система уничтожает коронавирус, коронавирус SARS-CoV-2, который является как раз таки возбудителем коронавируса COVID-19. Мы имеем такой сертификат, это научно доказано в лаборатории, поэтому если вы переживаете, если вы беспокоитесь о своем здоровье, а я думаю, что все здравомыслящие и адекватные люди заботятся и переживают о своем здоровье, здоровье своих близких детей, вам непременно нужен этот прибор. Но то, что я сейчас вам покажу, вас окончательно в этом убедит. Посмотрите, я расскажу коротко, что я буду делать. У меня здесь находится такой куб из оргстекла, и в этом кубе стоит TRM-R и он. Также внизу, рядом с TRM-R и он, находятся дымовые шашки. Дымовые шашки, которые дают цветной дым. Цветной дым этот используется в карнавалах, на свадьбе, для фотосессии. То есть это такой цветной дым, который можно использовать в помещении. И вот сейчас эти дымовые шашки подожгу. Куб внутри окутается дымом, вы это увидите. И наш TRM-R и он, благодаря датчику загрязнения, газодатчик, увидит это загрязнение и начнет эффективно очищать от этого дыма. И вы можете про себя посчитать, за сколько секунд, секунд, наш TRM-R и он очистит, избавится полностью от этого дыма. Ну что же, сейчас я подожгу. Закрываю дверцу. Я вижу, что на камере видно. И посмотрите, посмотрите, что уже дым практически рассеялся. Я не знаю, видно или не видно, индикатор горит красным цветом. Это значит, что TRM-R и он уловил загрязнение и максимально включил интенсивность очистки для того, чтобы как можно быстрее очистить куб от этого дыма. То есть любое загрязнение, которое TRM-R и он уловит, будь то встряхнули рядом одеяло, пыль попала в этот газодатчик, что-то подгорело на кухне, молоко убежало, побрызгали волосы лаком, с улицы какой-то дыма, может быть неприятный запах. TRM-R и он это увидит, как бы распознает это и тут же максимально интенсивно все это очистит для того, чтобы все эти загрязнения остались осели в фильтрах. Не в наших лёгких, которые мы не сможем заменить ни при каких обстоятельствах, а в фильтрах, которые установлены в TRM-R и он. Фильтры меняются раз в год. TRM-R и он рассчитан на большую площадь. Например, максимальная площадь, на которую рассчитан TRM-R и он, это 130 квадратных метров. То есть это большая квартира, либо небольшой загородный дом. 130 квадратных метров ваша живая площадь будет очищаться благодаря нашему TRM-R и он. Ну что же, друзья, я думаю, что вы заинтересовались этим замечательным прибором.